всем привет так очередной обзор у меня творческий подъем выходной день значит вот мне недавно как-то товарища уже озвучивал говорил-то слишком много пишешь обзоров я уже не успеваю смотреть как бы столько времени отнимает надо поменьше ты перегрузишь но информационные поводы мне дают сами подписчики я отключаю постоянно андрей дворчик как вы думаете андрей дворчик ваше мнение скажите вот сейчас два-три таких натолкнулся и думаю да блин писать но я в основном пишу в личке отвечаю стараюсь но если какая-то тема интересная то я даже спасибо не говорю я сразу пишу обзор и сегодня что мне подтолкнуло во первых сейчас вот я не дошел еще не так не закачал еще и сейчас в больницу ездил это просто пока жена ходила с кем-то беседовала там с подружкой сквита я я запилил небольшой обзорчик и на этой волне садимся в машину едем и я включаю новости и вот на фоне всевозможных там бинаров семинаров там форумов всевозможных экономических я слышу как московская жизнь живет как какие-то катки открываются как на одном катке какой-то как кошачий какой-то там уровень на другом какой-то мышиный тут всех кошек перед что-то какие-то тут сделано какие-то подсветки фильмы какие-то им крутят там на каких-то экранах и думать люди живут в каком-то своем мире москва живет в каком-то своем мире россия вся вот там все оставшиеся сто там двадцать пять миллионов живут хрен знает как раскиданные огромный по одной пространстве а вот эти там 15-20 миллионов здесь сконцентрированы хотя они опять же сконцентрированы в этот центр у меня вот там вот сын сейчас работает вот они в центр не ездят им некогда они работают они трудятся и вот так же как все вот эти вот они только приезжают туда со всех со всего подмосковье и дальнего и ближнего из рязани хрен знает откуда шадры с этого с раменского они все едут час полтора добираются два иногда работают и потом едут обратно у них по четыре часа занимает время люди выживают а все остальные но это приезжие она так прямо они живут в этой москве и катаются он приезжий конечно же много и и а из-за чего я собственно задумал запилить даже не за то что сейчас прочитала как бы уже такой пинок отдельный был а я просто пожал от лозунга выставка где-то проходят на будущее не нас наступит не для всех он как бы давно уже подытыл под этим лозунгом кабакова какие-то по моему художники проводили такую выставку я послушал будущее наступит не для всех так это сука надо газпрома поменять не не это как там национальное достояние как они там говорят мечты сбываются вот продал народ продолжает но не у всех вот вот им надо вот этот лозунг газпром будущее наступит не для всех вот это самое офигенное ну вот собственно тут пород пару вопросов значит александр шлеменко поддерживает инициативу дагестанских бойцов закрыть ночные клубы здравствуйте хотелось бы узнать вашу точку зрения ну замечательно шлеменко отношусь и как бы поддерживаю его в начинаниях когда вот он сейчас против тактарова наезжал там но тактаров тогда будучи под мухой сказал да он в депутаты лезет поэтому херливо и высушите я тогда как бы его не поддержал потому что он был прав в том плане что вот это пиво вот это лицо федерации лицо нашего спорта там ну как бы я писал уже об этом некрасиво мерзко так еще эти банки снимал он который валяется со своей фотографии прям банки от банка охота дешевое пиво со своей рожей но это вообще мерзко хоть на какой-нибудь виски бы приличный хотя бы что-то можно было как-то понять это или какой-то элитный напиток а пивас какой-то дешевый крепкая какой-то ну в общем а сейчас я считаю вот это вот он дагестанских боксеров ну сука ты не дагестанец как ночные клубы закрыть чё за бред давай знаешь когда сегодня ты танцуешь джаз и завтра родину продаж это из этой серии шестидесятых из комсюхов когда нельзя было длинные волосы носить когда капрон нельзя было одевать и вот этот всевозможный когда ничего вообще нельзя было делать вот это ты вот эту херь хочешь сделать ты ты сам такой правильный такой честный что ли не пойму чем плохи плохи ночные клуба молодежи где опять как в нашем молодости какой он себя книги писал папа этим по лавкам по гаражам по скверам где-то трахаться по этим шляться по подачам и садам в машинах сидеть у нас и так полстрана до сих пор машинах сидит это горжу над этим вот это вот я не знаю писал говорил об этом я уже не помню в болгарии вот сколько лет я жил у нас же нормально сесть машине то лоты где давай стрелку набьем так все подъехал машину сели машину и переговорили за границей такого нет и у нас сколько раз арестовывали из-за того что мы ночью в каком-нибудь квартале подъехали сели и сидим в машине трем подъезжает полиция арестовывает потому что это не принято потому что можно сесть в кафе и поговорить у нас человека у нашего человека это не заложено а у нищеты с окраин наших городских такая у них денег нет как бы а он еще предлагает закрывать эти ночные клубы ну как бы он реально похоже в единую россию политика скоро спортивная карьера закончится он единую россию лезет и вот продолжение 2 значит подписчик у меня присылает депутат госдумы это к вопросу будущее наступит не для всех все в этом же контексте депутат госдума рекомендует безработным людям с высшим образованием переучиться на малюру по мнению представителя фракции единая россия если россияне не устраивает зарплаты 30 40 тысяч то это не дает и им право то не яствовать или работать в серой зоне депутат государственной думы единая россия сергей вострецов считает что неработающие граждане обязаны платить налог за свою безработность и переучиваться за трудовые на трудовые профессии если не могут найти работу по образованию ко мне на на прием все все время приходят странные люди которые жалуются что у них по 2 по 2-3 высших образования они не могут найти работу кто к тебе дебил вообще ход я не представляю когда я им указываю что биржа труда ломится от вакансий маляров уборщиц где сука это биржа труда где маляры и уборщицы получают по 30 по 30-40 тысяч пидарас ты конченая ну просто конченые твари вот будущее наступит не для всех они так и живут в этом они не понимают вообще вот эти сука кто замкадыши они причем они сами замкадыши же все это же сука саратов и этот петух залез государственную думу оперился то у него денежки у него положение у него там 800 штук капает ежемесячно кроме бизнеса который где-то у него есть иначе хер бы он без денег туда куда-то попал и все и он я даже читать дальше не буду потому что мне это не интересно я занят поэтому ну вот будущее наступит не для всех вот для этих пидорасов будущее как бы обидно не было вот для этих уродов для госдумы для вот этой всей шушеры для наших чиновников они только залазят и все они они настолько отрываются от жизни при своих там зарплатах там миллионных что они реально считают что малярые технически получают по 30 40 тысяч цып у нас комбинат комбинате не все получают рабочие эти зарплаты ну все чтобы не повторяться короче вот это был обзор о нашем светлом будущем в нашей светлой стране а вперед сейчас не знаю какой период роли закачали про наш светлую страну про нашу то ужасы нашего городка я еще тебе запилил еще даже не выкладывал просто рассуждение о больнице всем пока это было поле реформа